В Петербурге два часа дня. МОДНОЕ РАДИО МОДНОЕ РАДИО На МОДНОМ РАДИО На связи ЦИРК На МОДНОМ РАДИО Ну что ж, друзья, приветствую. Действительно, на связи ЦИРК. С вами я, ведущий Андрей Черков. И в гостях у нас в студии сегодня главный герой программы «Страшная сила» Илья Калинин. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Андрей. Привет, Илья. И, собственно, наверное, вопрос будет самый главный и очевидный. Как вообще обстоят дела в цирковой индустрии? Как ты попал в цирк? Ну и хочется, конечно, побольше рассказать нашим слушателям о тебе, как о человеке. Как о человеке? Не буду скромничать, я человек хороший. Начнем с этого. Не был бы хорошим, не попал бы в цирк, так сказать. А в цирковой индустрии дела обстоят достаточно даже неплохо. Все идет к успешному развитию цирковой сферы. Что касается меня, как я попал в цирк, я с трех, наверное, с четырех лет занимался в цирковой студии. Меня отдали туда родители по принципу, чтобы я просто не болтался по улице. Отдали в цирковую студию в Ивановской области, которая называется, кстати говоря, «Веселые ребята». И они в этом городе, в Санкт-Петербурге, на фестивале «Цветы России» заняли почетное, кажется, первое место. Слушай, здорово, здорово. А какой город? Ивановская область? Ивановская область – город Наволоки. Наволоки, да. На берегу реки Волги находится. Я прозанимался в цирковой студии порядка 14 или даже 15 лет, в общем, до окончания школы. Затем я поступил в цирковое училище, опять же, по направлению моего тренера Татьяны Геннадьевны. Ей прям большая благодарность, что она меня туда направила. Попал, соответственно, в ГУЦИИ. Да, в ГУЦИИ попал. А что в ГУЦИИ вообще? Насколько я понимаю, у нас одно вообще цирковое училище. Да, их было раньше два. Была, так сказать, вышка. В Киеве она находилась, не помню, как называется там сам институт. Но там было типа а-ля высшее образование циркового искусства. Там обучались на протяжении шести лет. Очень здорово. Да, и в цирковом училище, соответственно, там обучается всем жанрам. На первом курсе ты изучаешь все дисциплины – жонглирование, акробатика, гимнастика, эквилибристика и так далее. Кроме, конечно же, дрессуры и животных, там, лошадей, обезьянок и так далее. Почему? Вот сразу вопрос, почему так происходит? Я, честно, даже не могу ответить на этот вопрос. Потому что, наверное, в цирковом училище не развито понятие преподавания дрессуры как таковой. Я слышал, что это вообще, вот если говорить о дрессуре, то это династийная история абсолютно. То есть либо ты родился в династийной семье, тогда да, у тебя открыты двери в дрессуру, а если нет, то как будто закрыты. Ну, вот как у меня история, которая произошла со мной, об этом мы поговорим чуть позже. Тогда вернемся к Гуции. Дрессуры нет. Да, дрессуры нет, и на первом курсе там обучают всем жанрам. Затем на втором курсе ты уже приступаешь к определенному своему жанру. Тебе его либо подсказывают педагоги, либо ты сам проявляешь какую-то инициативу, как, в принципе, я и сделал. Я проявил инициативу в хождении по канату, ловление баланса и так далее. Мне почему-то это стало интересно. Я на протяжении второго, третьего, четвертого курса изучал именно вот этот профиль. И, соответственно, выпустился в 2015 году как эквилибрист на туго натянутой проволоке. Соответственно, звание почетное получил артист цирка и преподаватель. И как вообще твоя карьера развивалась после этого? Обычно как происходит, да, у обычных людей, не у цирковых? Так, я отучился на вышку, но и чем я займусь сейчас? Конечно же, я не пойду по профессии, а буду делать что угодно. Лишь бы, ну, не используя свой диплом. По моей великой случайности, меня заметили как раз-таки на выпускных спектаклях, на экзаменационных спектаклях в цирковом училище, заметили запашные. После чего они меня же и позвали к себе в цирк в качестве жонглера пока что. В качестве жонглера поработать с ними в коллективе. Слушай, интересно, кто еще вообще отсматривает выпускников? Элита циркового искусства, так сказать. Максим Юрьевич Никулин, Куклачев, по-моему, приходил я уже, если честно, не помню, всю комиссию, кто там присутствовал. Росгус-цирк наверняка представители. Да, конечно, Росгус-цирк. Тогда еще в представлении, по-моему, Вадима... Я думаю, что это не важно. Важно, что происходило дальше. Тебя заметили, пригласили, и, конечно, ты не отказался. Конечно. Почему? Как можно отказать? Тут, на самом деле, удивительно, ведь, казалось бы, у тебя главный жанр — это эквилибр натянутой проволоки, но тебя зовут жонглером. Это как-то чуть ниже или чуть выше, или этого в параллели? Нет, на самом деле, самый неблагодарный жанр в цирке — это жонглирование, потому что ты стоишь по 7-8 часов, руками машешь, у тебя падает, ты нагибаешься, поднимаешь, от этого устает спина, и ты очень много времени этому отдаешь. И, соответственно, так и получается. Слушай, ну, расскажи тогда, сколько времени ты отдавал в первое, как только попал в Большой Московский цирк? То есть это регулярные репетиции, как часто? У нас, конечно же, это регулярные репетиции, у нас не получалось по 7-8 часов репетировать, потому что там все построено на систематике определенной. Мы же не одни в цирке находимся, и там каждый час, каждый поминутно даже сказать, расписан манеж. То есть там час за часом происходят свои репетиции. Жонглирование порепетировали, там кто-то эквилибриста порепетировали, подкидные доски порепетировали, хищники порепетировали, животные, лошади и так далее. Поэтому мы репетировали всего лишь-то по часу. То есть все, скажем так, по авиза, друзья. Кстати, авиза — это что, Илья? Расскажи для слушателей, чтобы они знали новые слова. Авиза. Авиза. Авиза — это... начнем чуть-чуть издалека. Да, это на стенде, на стене около манежа висит стенд как объявление, как доска объявлений, только там написано не объявление само, а расписано, расписание репетиций артистов цирка, которые находятся непосредственно в цирке. Упрощаем. Авиза — это расписание, друзья, по цирковому, мотайте на узко, как говорится. Илья, окей, ты стал жонглером в Большом Московском цирке, но сегодня в цирке на Фонтанке ты выступаешь не только как жонглер, а ты выступаешь в роли главного героя программы. Как у тебя прошел вот этот период становления от жонглера, ну, нельзя сказать, что рядового, но штатного, штатного жонглера до главного героя? Это был долгий, тернистый, трудный путь, можно было так сказать. Но всему, всему, так говорится, как говорится, свое время, я постепенно с приходом в цирк начал изучать еще плюсом какие-то новые жанры. Наездник на лошадях, шонглирование на лошадях, плюс колесо жизни, так правильно сказать, его еще называют колесо смерти. Это потом мы с вами объяснимся, что это, в принципе, такое, что это из себя представляет. Пока ты рассказываешь, мы посмотрим, те, кто смотрят прямую трансляцию, друзья, вы ее можете посмотреть в группе «Модное радио». Посмотрим ролик, и ты параллельно будешь рассказывать, что же там происходит, чтобы было понимание вообще, о чем мы говорим. Что такое колесо жизни. И что такое колесо жизни, конечно, в том числе. Итак, если говорить про цирк, вот, например, сейчас мы видим, да, колесо жизни, это такой механизм, по которому ты ведаешь. Как семафор, да. Оно же называется во всем мире «Колесо смерти». Да, по одной простой причине, потому что там некуда прицепить страховку даже, некуда себя как обезопасить. На какой высоте ты работаешь в этот момент? Колесо находится порядка 12 метров высотой, самая верхняя точка его находится. Слушай, ну вот то, что сейчас видят, скажем так, зрители прямой трансляции, это, конечно, что-то с чем-то. Там и трюк, где ты мясо на шпажке передаешь тигру, там и жонглеры, и подкидные доски, вот это вот все. В каком количестве жанров ты конкретно работаешь? Давай их прямо перечислим. Во всех основных цирковых жанрах, и всего существует в пять. Это жонглирование, акробатика, эквилибристика, дрессура, и пятый у меня вылетел из головы. Эквилибристика, жонглирование, эквилибристика, дрессура, и пятый. Пятый. Ну, на пятом давай не будем останавливаться, я предлагаю просто, если он вспомнится, обязательно его озвучить. Собственно, джигитовка, это как отдельный жанр, или это дрессура? Это относится к жанру акробатики все равно. А, все-таки акробатики. Да, конечно, у своих основных жанров есть еще некий вид поджанра. То есть, если к эквилибристике можно еще отнести же как стояние на руках, и эквилибристика это то же самое, как хождение по канату. Это же тоже, ты ловишь баланс. Перш, это тоже ловишь баланс. Тоже эквилибристика, тоже к жанру эквилибристики относится. Интересно. Тоже мы обсуждали, по-моему, с Юлей в прошлом эфире, с сотрудником, кстати, первого в мире музея циркового искусства, обсуждали, по-моему, мы успели поговорить про трансформацию, которая относится к жанру иллюзия, но иллюзия, в свою очередь, имеет под жанр, кроме трансформации, еще, например, прести-диджитация, или манипуляция, или микромагия. Ну да, то есть их там тоже большое множество. Собственно, как я понял, в основных жанрах есть поджанры, которые... Можно ли создать свой поджанр? Это вообще возможно? Нечего изобретать велосипед, как говорится. Уже все за вас давным-давно все создано, надо просто этому следовать. Рассказал о том, что сейчас двигается цирковое искусство, развивается активно, и давай немножко об этом поговорим. В чем, скажем так, ключевые пойнты? Почему ты так считаешь, и где ты видишь действительно прогресс? Прогресс в цирковом искусстве даже, как сказать, развивается. Я все больше замечаю, что люди, зрители непосредственно, которые раньше относились к цирковому искусству более предвзято, сейчас это воспринимают иначе. Они все больше сопереживают артистам, которые находятся на манеже, выполняют свои трюки. Сейчас, конечно, зрителей очень сложно удивить, даже тем же хождением по колесу смерти, колесу жизни. Некоторые смотрят, ну и что? Покажи нам что-нибудь другое. И также кормлением изо рта со шпажки мясом тигра. Но не знаю, сколько из наших слушателей готовы покормить тигра со шпажки вот этим жирным куском мяса. Тебе это удается. Тогда перейдем к вопросу о работе. Я понял твой настрой изначально, да? Ты очень вдохновлен был, когда тебя взяли на работу. Изменилось ли что-то в процессе? Нет. Может быть, восторг только увеличился? Восторг, безусловно, увеличился. Мне нравится взаимодействие с животными. И спустя там какое-то время я начал заходить в клетку, но в качестве для подкормки к животным. Подкормки животных пока что для того, чтобы они ко мне привыкали. Я их угощал мясом на протяжении какого-то времени. Не помню, если честно, не суть. Затем я начал выполнять роль как помощника. Начал подносить реквизит, начал что-то подавать, непосредственно ассистировать. Затем уже начал потихонечку, спустя полгода, начал уже выполнять какие-то минимальные трюки. И так постепенно, постепенно я начал развивать свои навыки в качестве дрессировщика. Слушай, ну это правда удивительно. Насколько я знаю, в твоей истории есть моменты, когда ты, во-первых, в целом коллектив был настроен из серии «Да ладно, у него не получится». Ну ладно, многие такие пробовали, да, ничего не уйдет. Но типа вот он сейчас походит, поубирает за животными, последит за ними как ассистент и забьет. И ты как раз рассказывал… Поиграется и бросит. Поиграется и бросит. Да, мы так говорили. Вот. А я слышал от тебя опять же, что ты мало того, что проводил время с животными, так ты еще и успевал репетировать свои основные номера, которые, по сути, приносят деньги, да? Да. Круто. И вообще цирковое искусство в плане даже цирковых артистов у большинства как раз, я думаю, практически у всех, вот мысль о том, что движение только вперед. То есть не задумываются о том, что «Да ладно, в принципе, а зачем мне двигаться?» Или задумываются? Нет, я думаю, конечно, задумываются. Нужно изначально ставить перед собой цель, для чего ты это все делаешь. Есть же артисты как просто исполнители, а есть артисты, которые хотят чего-то достичь. Допустим, вот как я хочу достичь определенных своих высот. Образно говоря, стать заслуженным артистом, а в дальнейшем может быть и народным, если повезет, так сказать. А сколько времени прошло, вот сейчас я задумался, от момента жонглирования. Насколько я знаю, ты работал в программе «Эпицентр мира», которая тоже, программа работала в цирке на Фонтанке. Это было буквально в 2019 году. Да. И, собственно, с 2019 года, вот за время как раз пандемийное, и сейчас ты уже, по сути, с февраля, ты вовсю на Фонтанке орудуешься с тиграми. Я даже больше скажу, еще до февраля я еще год отработал с тиграми в Москве. Моя, так сказать, премьера с тиграми началась абсолютно неожиданно. Мне 31 декабря позвонил Аскольд Вальтерович и говорит, ты, говорит, завтра со мной работаешь в клетке. И я просто 31 января, 23.30, я как сейчас помню это время. У тебя были планы? У тебя были планы? У меня были планы отметить Новый год. Передо мной стоит бокал с шампанским. Я понимал, сейчас курант, и бой курант, и все дела. Там же желание загадывают. Я отставляю так аккуратненько этот бокал с шампанского и думаю, так, все, у меня уже мысли абсолютно не о Новом годе. У меня уже мысли о том, как я буду завтра работать. И я просто не спал всю ночь. Я прогонял работу, потому что я стоял у них ассистентом на бронсбоде и знал абсолютно всю работу, что они делают. Я прогонял его действия, его схему. Прогонял каждый шаг, что он конкретно делал. Запоминаю это в своей голове. И на следующий день это была просто феерия. Меня трясло, как я не знаю что. С «Эпицентра мира» и началась моя вся деятельность в качестве помощника, в качестве ассистента с хищниками. Потому что в этом городе, в программе «Эпицентр мира» я и как раз-таки начал ассистировать, помогать ребятам. Стоял за клеткой в качестве защиты, защитника, так сказать. На самом деле, сколько я не слышу различных историй от самых разных артистов, первый каменный стационарный цирк в России, в нем случаются чудеса. И, собственно, вот ты рассказываешь о том, что вот я первый раз попробовал. Да, а до этого рассказывали о том, что первый раз, вот до этого у нас была в передаче Александра Левицкая, и она рассказывала, что первый выход в «Манеж» у нее был в цирке на Фонтанке в возрасте шести лет, например. То есть, представляешь, такие и совпадения, и знаковые события, да, они случаются со всеми. У меня вопрос к тебе по поводу ощущений. Вот мы уже договорились, что ты вот должен зайти в клетку, и ты говоришь, что тебя трясло. А какие мысли? Может быть, ты помнишь, какое желание ты загадал на Новый год? Ну, точнее, не успел загадать. Я не успел загадать. А что ты думал в этот момент? В преддверии как раз-таки это был год «Тигра», прошлый и предыдущий год. Наверняка я мечтал о чем-то великом, иначе зачем, в принципе, мечтать? Честно, даже не могу вспомнить. Но наверняка это что-то было из разряда цирковой сферы деятельности. Стать заслуженным, стать классным артистом. Но у тебя все впереди. Насколько я понимаю, сейчас звания нет. Нет. Заслуженного. Пока что нет. Все в работе. Да, все в работе. Окей, окей. Двинемся тогда дальше. Поговорили с тобой про работу, соответственно, с «Тиграми». Как я понимаю, это действительно сильно. Я сам с ними работаю, но с другой стороны. И это действительно воодушевляет, скорее всего. Если говорить про твою работу в других жанрах, что ты можешь отметить? Что из всего тебе может быть... Понятно, удовольствие наверняка приносят хищники. Все, безусловно, мне приносит удовольствие. В каждом жанре я чувствую себя, как знаете, за столом лежит у меня пять тарелок. И вот в каждой я себя чувствую по-особенному. Взять тот же колесо жизни, ты себя чувствуешь на ощущении шаг влево, шаг вправо, расстрел, так сказать. Потому что там все надо досконально рассчитать, правильно сделать определенные действия. Соответственно, в жонглировании я уже нахожусь более 20 лет. Ну, кстати, про жонглирование. Давайте и посмотрим сейчас жонглирование. Видео, по-моему, оно у нас тоже есть. Сейчас нам его обязательно, друзья, включат. По поводу жонглирования. Вот мы сейчас видим, как ты берешь булавы. Именно булавы для меня тоже было сложно перестроиться. Вроде как есть оружие булава, тут булавы. Булавы, это цирковое реквизит. Так, и как, насколько сложно, сварики-перекидки далёкие получаются. Что ты думаешь вот в этот момент? Ты считаешь, или что делает артист, когда перебрасывает на соображение у тебя на лице такое сосредоточенное на все 200%. Не, правда, оно сосредоточено лишь потому, что я нахожусь в образе Джейсона, главного героя. А в голове у меня абсолютное расслабление, потому что я уже не договорил. Я жонглирую уже порядка 20 лет. 20 лет. Поэтому у меня просто идёт наслаждение. Ну, конечно же, там следишь за тем, чтобы хорошо кинуть партнёру, не перекрутить, и чтобы у нас не получился определённый завал. Поэтому я просто кайфую, когда жонглирую. Был вопрос в нашем телеграм-канале как-то про количество булав в манеже во время этого номера как раз. Сколько булав работают? Если у нас в работе жонглируют, по-моему, 10 человек, соответственно, 3-30 булава. 30 булава? У каждого партнёра по 3 булава. Запасные есть? Запасные есть. И они находятся на площадке. Да, мы видим сейчас. 4 булавы запасные есть. Ага, отлично. Но это на самом деле запасные, а не на случай, если она там сломается, не дай бог, конечно. А то, конечно, ничего не лежат. Слушай, здорово. Про жонглирование поговорили. Собственно, может жонглировать начаться в принципе любой человек? Или всё-таки донцем любиле так либерсположить? Неправда. Абсолютно любой человек может научиться жонглировать. И советую начать с апельсинов. Почему апельсины, а не яблоки? Или мандарин? Неважно. Апельсины просто падают и не разбиваются. Они внутри смягчаются, и их ещё проще будет поймать. А яблоки, они просто будут крошиться, так сказать. Понял. То есть ты их уже испытал на себе в детском возрасте? Я переходил даже до яиц. Ничего себе. Если кто-то хочет попробовать, пожонглировать и не уронить, советую взять яйца. Там концентрация больше будет. Опять же, вспоминая предыдущие эфиры, Прокопов Левицкий, Рудольф. Да, Рудольф. Он, соответственно, рассказал, как жонглировал включёнными электрошокерами. Пробовал? Нет, не пробовал. И, честно, не горю желанием попробовать. Рудик, потому что он профессионал. Он, по-моему, даже рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Это правда. Да, у него самая, по количеству, самая большая перекидка в паре. Ага. Они с партнёром, по-моему, жонглировали порядка 16 или 15 колец, что-то такое. Уже здорово. То есть да, жонглировать можно ещё не только мячиками, но и кольцами. А ещё чем? Всем что угодно. Рудик жонглирует, изощряется, вешалками жонглирует для, соответственно, для одежды. Звучит нереально. Просто вот пока не увидишь, мне кажется, не узнаешь. Скажи, у тебя есть ли какие-то, может быть, тоже достижения в плане книги рекордов или победитель фестивалей? Что-то такое есть? Из личного архива? Не победитель, конечно. Опять же, в рамках циркового училища у нас проходил фестиваль по эквилибристике, где я успешно занял своё второе почётное место со своим номером эквилибрист на тугонатянутой проволоке. Мы говорим про проволоку, и сразу вспоминается мне один из эпизодов «Страшной силы». Там проволока или канат? Канат. В чём разница? Вот тугонатянутая проволока или канат? Потому что я видел до этого свободную проволоку. Да. Я считаю, что на ней балансировать, наверное, оверсложно. Тяжелее гораздо. Да, конечно, тяжелее. Там совершенно другой баланс, подход к делу совершенно другой. Если ты на тугонатянутой проволоке балансируешь руками, корпусом, телом, то тут ты стараешься подводить свободную проволоку больше под себя, так сказать, под центр тела. Чем отличаются канат и проволока? Канат, он работает на высоте, и там больше выстраиваются групповые трюки. Стояние на плечах у партнёра, прохождение по канату, стояние в руках, в голове у партнёра, тоже так же прохождение. И, соответственно, там баланс ловится за счёт длинного шеста, порядка веса 20 килограмм он весит. Как перш. Как перш, приблизительно, да. Чтобы тебя, так сказать, слегка придавливало к канату, и было проще по нему идти. А проволока своего рода, она отличается тем, что ты безо всего абсолютно там находишься, ловишь баланс за счёт своих рук и корпуса, и ещё плюс к этому ко всему, исполняешь акробатические трюки. То есть я на проволоке прыгал сальто-мортали. А я тут недавно видел, как прыгают на проволоке сальто-мортали в кольцо. Это... не видел такого. Ты меня прямо сейчас удивил. Может, это не сальто-мортали? Хотя сальто-мортали, наверное, да. А может быть, она просто прыгала? Я такого, честно, не видел. Я тебе покажу, друзья, и вам обязательно тоже. Мы материалом поделимся со временем. Ну, а сейчас перейдём к следующему этапу. Ну, вот ты прям артист-артист. Ну, у тебя, ну, все жанры. Ну, как будто какой-то герой из сказки, серьёзно. Вопрос, как ты вообще отдыхаешь? Отдыхаешь ли ты? Есть ли у тебя какое-то хобби, может быть? Потому что я смотрю сейчас, и зрители, кто смотрит прямую трансляцию, наверняка видят. Хоккей-мафия, да. То есть, что это за хоккейная мафия? Чем вы вообще там занимаетесь? Это, вы знаете, как говорится, полюби своё дело, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни, да? Вот у меня, в принципе, то же самое. Я отдыхаю на работе. Круто. Отдыхаю работая. А что касается хоккей-мафии, да, я уже на протяжении полутора лет занимаюсь хоккеем. Слушай, круто. Какая у тебя позиция в хоккее? То есть, если... Защитник. А ты можешь быть и на падении? Да, буквально на прошлой тренировке задача тренера стояла... Я был шестым игроком в пятёрке, и мне нужно было заменять всех игроков, которые находились на своих позициях. Это начиная с защитников и переходя к нападающим. Соответственно, вратарём, конечно же, я не могу быть. Но я бы с удовольствием попробовал бы. Эксперимизировал. Мне кажется, да, с моей ловкостью жонглирования, мне кажется, у меня бы неплохо получилось. А, кстати, помогают ли цирковые навыки в спорте? Вот именно в хоккее, например. Ты вот баланс... Я даже скажу наоборот. Когда я готовился к спектаклю «Страшная сила», который сейчас, кстати, проходит в цирке на Фонтанке, мне хоккей очень сильно помог в плане выносливости. Потому что я в спектакле ношусь как везде и всегда. И хоккей мне очень сильно дал ту самую выносливость, которая мне помогает в шоу. Слушай, здорово, интересно. Да, а наоборот, если отвечаю на твой вопрос, помогают ли цирковые... Я думаю, скорее всего, да. Потому что ты же в цирке следишь абсолютно за всем. И, то есть, внимательность в хоккее тоже тебе поможет. Нужно смотреть и на шайбу, и на партнера, и на соперника, кто там перед тобой. И на клюшку, соответственно. Я думаю, да, поэтому помогает. Слушай, твоя универсальность, она тебя как будто преследует. Что в цирке ты универсальный, что в хоккее оказался в принципе универсальный. Учитывая, что ты уже пробовал заменять разные позиции. У меня вопрос такой следующий. И времени у нас не так много. Про остальные хобби. Хоккей, да. Что еще? Как еще ты разгружаешься и медицируешь? Это я просто обожаю прям об этом разговаривать. Моя отдушина, это, конечно же, рыболовное увлечение. Я очень сильно обожаю рыбалку. Ты сидишь на берегу какого-нибудь озера, на берегу реки, наблюдаешь за своей удочкой. Слушай, слушаешь пение птиц, шум прибоя в реке. Своего рода медитация, так сказать. Слушай, ну вот то, что ты описал, это как будто совсем не спортивная рыбалка. Это никакой не спиннинг. Это прям вот закину, сидишь и кайфуешь. Да. Ну нет, спиннинг, конечно же, это тоже своего рода спортивное увлечение, так сказать. Но больше по душе посидеть на бережку, попить чай около костра. Есть ли какое-то самое любимое место, где ты прям вот... Если я еду в отпуск, то я обязательно заеду туда на денек. Дом. И там можно порыбачить где-то. Обязательно. У меня дом находится на берегу реки Волги. Стоит только спуститься с горы, и вот я уже на реке, так сказать. Какую самую большую рыбу ты ловил? Это было в прошлом году, и было это в Московской области. Я поймал карпа на 12 килограмм. Такие существуют? Да. Существуют даже больше. Кстати, недавно прочитал в новостях, что в этом году, кажется, выловили рекордного карпа, по-моему, где-то в США. Он весом составлял 47 килограмм. Какая жесть. Звучит страшно, друзья. Действительно. Мы можем пожелать только всем такого хорошего улова на 47 килограмм. Двинемся дальше. Давай. Свободного времени мало. На хобби, казалось бы, вот хватает еле-еле. А что по поводу личной жизни? Личная жизнь, она, как правило, либо складывается непосредственно в цирке, либо на нее просто нет времени. В данный момент личная жизнь, о личной жизни вопроса не может и стоять, потому что у меня большие планы, большие цели, и надо просто к этому двигаться и их достигать. И разделять пока что свою голову на то и другое у меня не получается совмещать, так сказать, даже. Планы и цели, ты их озвучил, это секретные планы и цели? Ну, не совсем. Но можно, скажем так, забросить уже для того, чтобы наши слушатели уже немножко как-то, скажем так, с тобой разделяли твои настроения. Да, но я уже неоднократно сказал в рамках эфира, что желание достичь каких-то высот, это имеется в виду стать хотя бы заслуженным артистом, если этого достичь. Ну, а дальше уже народным после заслуживания. Ну, да, дальше уже народным, если получится. По поводу дальнейших планов, конечно же, обучаться, получать образование, обучаться не только в цирковой сфере, но и в других. Какие направления рассматриваешь? Продюсерство, режиссура цирка, и я бы хотел, наверное, в дальнейшем попробовать что-то из этого рода тоже сделать. Ну, окей, остается у нас буквально 8 минут, за которые я предлагаю обсудить новости, последние цирковые, возможно, новости. Я тебя буду озвучивать, а ты будешь мне рассказывать свои мысли на этот счет. Например, на прошлой неделе анонсировали уже официально прям со всеми сайтами, ссылками и датами фестиваль. Цирковый фестиваль «Без границ». Без границ, да. Он пройдет у нас в Петербурге во второй раз в цирке Чинизели, и хотел бы от тебя услышать, есть ли у тебя мысли участвовать, и как ты видишь вообще будущее этого фестиваля? В этом фестивале как раз-таки и во второй раз тоже будут принимать участие наши артисты Большого Московского цирка, насколько мне известно. Ребята с подкидными досками, которые сейчас также принимают участие в программе «Страшная сила». Мысли по поводу моего участия в этом фестивале, опять же скажу, если разделять свою голову на то и другое, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому у меня сейчас есть свое направление, своих дел, и я нахожусь непосредственно всей головой там, нежели там... Конечно, если позовут поучаствовать в совокупности с ребятами, с жонглерами, с партнерами, конечно же, я с удовольствием приму участие, но пока что как-то так. Также на прошлой неделе, скажем так, подошло к логическому заключению обучения Росгосцирка совместно со школой студии МХАТ, где обучали менеджменту в цирке, закончилось успешно. И как ты относишься вообще к таким инициативам? Я к тому, что образовательные элементы именно цирковой индустрии, потому что на директора цирка, насколько я знаю, сейчас... А где можно выучиться? Нигде. Нигде. И вот как тебе такие инициативы? Это очень классная, на самом деле, инициатива, потому что таких сфер деятельностей, насколько я знаю, вообще нет. Также обучение директорству цирка, по-моему, уже ты принимал участие в этом. Да, я успешно, кстати говоря, закончил. Друзья, можете меня поздравить. Это было непросто, но очень интересно. Да, поэтому такие, так сказать, форумы очень полезны для всей цирковой индустрии. Это медийное, наверное, продвижение не только, как говорится, на манеже, но еще в сферах новостей, сообщений, сообщества и так далее, популяризации циркового искусства. Как раз про продвижение цирка в том числе. Здорово. И также на выходные буквально одна из новостей, опять же, связанная с цирком на Фонтанке. Друзья, в книжном салоне цирк на Фонтанке принял участие, собственно, благодаря проекту, совместному проекту Петербургского дневника и цирка на Фонтанке. Это фильм, посвященный 145-летию нашего цирка, и книга вокруг манежа называется «И фильм, и книга». Собственно, ее можно было бесплатно получить на книжном салоне выходной на Дворцовой площади, представляешь? А еще из интересных новостей... Класс, интересно, надо, кстати, приобрести ее. А вот, а это вопрос, понимаешь, сейчас ее нельзя приобрести. А ее нельзя приобрести. Пока нельзя. Но мы будем работать в этом направлении. Возможно, друзья, следите, как говорится, за новостями. Да, что-нибудь придумаем. Я первый буду покупатель. Все, договорились. Прям так и записали. И еще одна была интересная новость по поводу первого международного инклюзивного фестиваля циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», который прошел тоже выходные в сочинском цирке. Смысл фестиваля в том, что... Инклюзивный фестиваль, да? Задействовали самые разные группы детей, в том числе участие принимали колясочники. Как вообще рассматриваешь такого рода фестивали? Потому что мое мнение, что цирк, он не имеет границ, да, собственно, как фестиваль без границ. И когда в цирке случаются чудеса, это в очередной раз доказывает, что в цирке возможно все. Абсолютно возможно все. Это, опять же, своего рода, так сказать, дать дорогу молодым. Они за счет фестивалей различных, не только этого, который прошел в Сочи, и непосредственно других фестивалей, они себя проявляют как артисты, как маленькие артисты. И, допустим, если взять в моем случае, я же также раньше участвовал на разных фестивалях. И затем из меня выросло то, что сейчас есть. То есть я работаю в цирке и популяризирую себя как уже большой артист. Услышал. Ну, собственно, если говорить про сочинский фестиваль, друзья, он был необычный цирковой фестиваль. Это фестиваль особых детей. И, собственно, на мой взгляд, это тоже сверхкрутая инициатива с точки зрения социальной. Во-вторых, это как раз развитие детишек, которые даже не представляли, что могут быть когда-нибудь, почувствовать себя артистами. И у них вот открываются такие двери, опять же, открываются благодаря циркам. И такое, конечно, должно проходить везде обязательно и прям активно. Он, кажется, это первый фестиваль проходил своего рода. Да, первый международный, да. Я думаю, на этой волне, его же посетило очень много детей, на этой волне, я думаю, будут проводиться все чаще такие фестивали. Это прям очень большой плюс для детей. Окей. Ну и в заключении у нас буквально пара минут. Илья, расскажи все-таки о своем, возможно, будущем. Будущем цирка, будущем себя как артиста. Или все-таки ты, учитывая, что планируешь обучаться, ты вот видишь себя не как, знаешь, самые-самые могучие династийные артисты, которые там уже до потери пульса, вот они уже, казалось бы, не могут, но они могут, и они выходят на манеж. Вы знаете, на самом деле, сейчас в наше время что-либо планировать на долгосрок, мне кажется, будет неправильным. Конечно, в задатке я в мыслях держу какой-то план действий своих на жизнь. В дальнейшем хотелось бы стать заслуженным, как я уже это говорил. Получится ли у меня дрессировать так же хорошо хищников, но вроде все к этому идет. А своих планируешь заводить, может быть? Всему свое время, этому же тоже нужно всему обучаться. Пока что я слишком мало времени этому уделяю. Имеется в виду, слишком мало времени прошло для того, чтобы уже заводить своих. Нужно еще поучиться, так сказать, у гуру этого дела. Это правда. Слушай, ну и сравнить хочется. Вот работа в цирке на Фонтанке, в Большом Московском цирке. Какие есть различия, какие есть нюансы? Все-таки у нас цирк особенный. Особенно не только, потому что Первый каменный стационарный цирк. Да, у вас Первый каменный стационарный цирк. Но особенность, в отличие как для артиста в первую очередь, это, конечно же, к сожалению, у вас меньше мест, чем в Большом Московском цирке. Это же меньше зрителей, меньше аплодисментов, меньше оваций. И вот это, мне кажется, самая основная такая особенность, в отличие между цирками. Друзья, наша задача переубедить Илью Калинина и в срочном порядке посетить до конца мая, собственно, программу Страшная Сила и устроить ему овации наших 1873 мест в трехкратном размере, чтобы просто перевыполнить план и обрадовать Илью на уровне того же Большого Московского цирка. Приходите, друзья, к нам. Да, кстати, перед тем, как приходить, напомню, что в июне Страшная Сила уходит на каникулы, поэтому обязательно спланируйте свое время так, чтобы успеть попасть к нам на представление в мае. Ну, а на этом, Илья, я тебя бесконечно благодарю, потому что вот такие погружения в цирк — это то, без чего, мне кажется, обычные люди и не могут обходиться, потому что это правда важно. Не могу даже подумать. Так, конечно, не задумываться и от этого, да и быть такого не может. Да, спасибо тебе, Андрей. Рад был с тобой пообщаться, побеседовать. Надеюсь, будем встречаться чаще. Ну что ж, друзья, на этом мы прощаемся. Это программа «На свете цирк». Всем пока. На свете цирк. На модном радио. Субтитры создавал DimaTorzok